Продолжая тему джеба, можно его использовать для защиты, контролем негативными противниками. В частности, защитные действия. То есть, когда противник расстреливает, мы не стараемся сбить в сторону. Это, как бы уже разбавлено ранее, режущие действия. Это тот же самый джеб. Я заставляю его сколесить по руке и промахиваться. То есть, это ближе именно к парированию. Либо я встречаю его в плечо. То есть, при попытке ударить рукой, я встречаю его в плечо, останавливая руку, ломая структуру. Следующим вариантом уже манипулирования препятствий будет, я выставляю руку. То есть, я выставляю руку и сбиваю его прицел. Рука все время где-то впереди. Соответственно, если мы пытаемся руку сбить, я могу перейти сразу в контратак. В любом направлении. Кроме того, если у него рука быстро вперед, мы двигаемся, я пытаюсь ее пригрузить. То есть, тем самым, мешая нему провести свою качественную атапу. При грузии здесь я могу или сам пройти впереди, либо при всей силе его лопать и начать собственную атапу. А то же самое, если противник держит руку в лицо и пытается атаковать снизу. То есть, вот оно как-то. Руку выставили, перекрыли. Передали, не надо давить долго. Передали и перешли в работу. Я не даю, я мешаю ему работать. Таким же образом, мешать я могу в плечо, он еще не начал свою атаку, я выставил руку в лицо, перекрыть обзорку. Или, как мы видели, делают многие профессиональные бакшеры, вошли, дали, дали, туп, и заменили руку. Наша задача мешать, мешать. Не давать ему работать. Пресекать все его действия и перехватить здесь инициативу. Либо этой же рукой, либо второй. Что можно делать для отработки? Например, в первом раунде он нас атакует. Мы ищем, как мы можем защититься. И так работает целый раунд. Отработали защитные действия. Но джеба здесь нет сейчас всех остальных. Наша задача увидеть, как мы можем джебом защищаться. Следующий раунд. Его задача должна атаковать. Из любого положения. Не, не, перейдем руку. И мы, я смотрю, когда он будет атаковать. В тот момент прибрузил, помешала. Моя задача именно научиться мешать противнику. Не давать им работать. Так проработали один раунд одной рукой. После чего меняемся, работаем друг раунд другой рукой. Соответственно, в конце полностью свободный раунд. Наша задача уже и атаковать, и не давать ему работать. Дело мы придержали, вошли. Ищите свободу именно одной руки. Найдете, вторая будет добавляться более естественно и когда нужно. Пробуйте ищите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...